Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Спасибо за просмотр, спасибо, что пришли. И сегодня мы обсуждаем фиксера. Одна из трёх тачек, которые были добавлены с ретро топией. И данная машина меня, честно говоря, больше всего разочаровала тем, что это просто перерисованный супер першинг. Мне не сильно нравятся машины, которые перерисованы с кого-то. Ну, согласитесь, это в принципе практически одна и та же машина. Да, там за исключением каких-то нюансов, но по большому счёту всё то же самое. Меня порадовал магнейт, пускай, да, по-детски разрисованный, но всё-таки он уникален и отличается от всех остальных. То же самое касается и регрессора. Машина смотрится просто шикандосно, ну а фиксер, к сожалению, меня расстроил своим внешним видом. Хотя порадовал многими другими вещами. Ну и поскольку, в принципе, с супер першинга перерисовывали, то, наверное, имеет смысл именно с этим товарищем и сравнивать фиксера. Дело в том, что по трём этим машинам до сих пор нет информации по их бронированию на доп. ресурсах и возможности сравнить в какой-нибудь сравнительной табличке тоже нет. Соответственно, будем по старинке заценивать, заценим ТТХ и выкатим машину из ангара для того, чтобы посмотреть, на что она способна в реальных боях. Что стоит отметить? Меня это очень сильно порадовало, но я не совсем понял, почему только с одной стороны. На одном из вот этих вот катков есть вот такая вот вилка, которая во время движения вращается. Почему не сделали с другой стороны? Не совсем понимаю. Было бы гораздо прикольнее, гораздо интереснее. А лучше, если бы вообще прям на всех катках это было. Но это так, отступление от темы. Что касается технических характеристик по машинам, то заценим с вами, как обычно, орудие. Все остальное будем заценивать непосредственно в бою. И, в принципе, как и на всех других машинах, но, в частности, на других двух машинах из серии трех танков в Ретро Топии, в данной машине, ребят, вы можете развивать свою машину, просто вот так вот, идя по цепочке, а не отдельно развивая башню, гусли, там, ствол и так далее. Поэтому, друзья мои, цепочка ждет, в принципе, стандартная. И вот сейчас у меня машина на ее максималках. И характеристики по орудию в максимальных ее возможностях, с учетом установленного оборудования и амуниции, показывают следующее. 2138 единиц ДПМа, 8,7 секунды перезарядки, пробитие в 196 и 310 альфы. Что хочется отметить, что тот же самый Супер Першинг, он имеет, в принципе, практически тот же самый ДПМ, 2198, то есть даже чуть-чуть больше. При этом, ребят, время перезарядки у него на 2 секунды меньше, и у него меньше при этом, друзья мои, альфа, которую закидывает. Вместо 310, 225. Короче говоря, друзья, по большому счету, в отношении ДПМа, я бы сказал, что Супер Першинг точно такой же, как и Фиксер, но только за исключением того, что добивается он этого ДПМа более частыми выстрелами, пускай меньшей альфой. В то же время, стоит отметить, что и дополнительным плюшком, ой, господи, плюсом, и дополнительной плюшкой в отношении Супер Першинга является то, что у него пробитие 205. Для понимания, 196 у нашего сегодняшнего героя. Поэтому, в принципе, танки играются практически одинаково, разница только заключается в том, что на Фиксере вы будете стрелять реже, но наносить больше урона за каждый выстрел. Хорошо это или плохо, здесь сложно судить, каждому нравится что-то свое. Кому-то нравится чаще стрелять, но наносить меньше урона при этом, и его это устраивает, ну а кому-то подавай 15-20 секунд перезарядки, но зато так, чтобы с одного выстрела снести полулица своему сопернику. Поэтому на вкус и цвет товарища нет, здесь спорить ни с кем не буду. Мне лично нравятся машины, которые стреляют почаще. Не знаю почему, просто мне больше нравится активный геймплей и не сильно нравится долго находиться на перезарядке. Что касается Фиксера и его времени перезарядки, я не могу сказать, что машина унылая по времени перезарядки, по времени сведения. Она, в принципе, комфортная, в принципе, с ней все хорошо. Единственное что, поскольку данная машина была перерисована с Супер Першинга, мне на ней играть, ну не настолько интересно, как, допустим, на том же самом регрессоре, либо на Магнете. Ну, просто исходя из внутреннего какого-то, наверное, предубеждения в отношении того, что я играю практически на той же машине, просто немножечко с другим внешним видом. И это утручает, вот серьезно. Хотелось бы, чтобы было что-то другое, чтобы было что-то новое, что-то более интересное. Что касается подвижности машины. Абсолютно нормально движется, абсолютно нормально разворачивается на месте. Гораздо бодрее, чем тот же самый Супер Першинг. Не знаю почему, но в отношении динамики и в отношении подвижности машина мне нравится гораздо больше, чем аналог, с которого перерисовывали. Что касается орудия. Орудие довольно точное, я не могу сказать, что там прям что-то уникальное, но оно просто комфортное. Просто хорошо сбалансированное, просто удобное. Что касается брони, как вы видите, то периодически какие-то рикошеты бывают, а с другой стороны будут вам периодически и закидывать. Поэтому сказать, что вы прям имба-имбовая, нет, башню пробивать будут, корпус уж тем более будут пробивать. Но в конце концов это средний танк и ожидать от него возможностей тяжелого танка, ну согласитесь, не совсем справедливо. Так, вот этот вот товарищ, он меня немножко раздражает, а параллельно с этим меня еще и умудрились окружить. И вот в принципе вот так вот заканчивается первый наш бой. Наши союзники не смогли особо ничего сделать, моя башня немножко повращалась и в целом на этом бой для меня закончился. Картон, ребят, действительно, и к этому необходимо быть готовым. Не настолько бодро он танкует, как Супер Хеллкет, господи, Супер Хеллкет, Супер Першин. Машина в целом играется по броне, я бы сказал, хуже. Хуже, чем Т-26Е4, ну вот как есть, так есть. Что касается всего остального, сейчас заедем еще в одну каточку и попытаемся там машину реализовать. Здесь просто соперники четко продавили направление, ну и, соответственно, ничего хорошего у нас с этого не получилось. Ну что ж, бой закончился поражением. Ничего вырезать и выбрасывать я не собираюсь, потому что показываю машины такими, какие они есть на самом деле, ничего не скрывая и не показывая в своих обзорах исключительно самые качественные и красивые бои. 1340 единиц нанесенного урона приносят мне 19 тысяч серебром чистыми. Фиксер, я бы не сказал, что фармящая сильно машина. Да, плюс будет, но сказать, что вы на ней прям будете горы серебра вывозить, однозначно нет. Понятное дело, что на восьмом уровне, друзья мои, есть фармящие машины, которые гораздо лучше будут справляться с этой задачей. Ну и, в частности, тот же самый Супер Першин. Что касается того, что я смог сделать по результатам боя, то, как вы видите, я занял второе место в команде по урону. И, поверьте мне, мы слились не потому, что фиксер плохая машина, либо потому, что я плохо отыграл. Ну, просто потому, что так бой сложился. Сейчас заедем еще в одну катку и попытаемся машину заценить, возможно, более качественно. Из всех трех машин мне почему-то фиксер зашел меньше всего. Не знаю. Возможно, из-за озвученного мною ранее предубеждения по поводу того, что это не что иное, как копия одной из машин, которая давно уже есть в игре. И вот это меня немножечко там где-то в чем-то сдерживало в отношении позитивных эмоций. С другой стороны, фиксер настолько хорошо сбалансированный, что аж чересчур. Ну, то есть, у него есть подвижность, при этом у него нет абсолютно брони. У него есть хорошая альфа, но, в принципе, как для среднего танка долговатое время перезарядки. У него есть точное хорошее орудие, но периодически у тебя не получается кого-то пробивать из-за низкого уровня пробития снаряда. Можно, можно увеличить. Но тогда, ребят, вы увеличиваете, прости, пожалуйста, брат, но тогда при этом всем вы себе и увеличиваете время перезарядки. А это для него становится еще хуже. Поэтому я решил, что я лучше буду играть на базовых снарядах без улучшения уровня пробития. И при этом, в случае необходимости, просто буду пытаться использовать голдовые снаряды. Но это было решение мое. Какое будет ваше решение, здесь, в принципе, вам определяться. Я всегда говорил, что нет понятия правильное или неправильно установленное оборудование. Есть понятие, удобно тебе играть с таким оборудованием или нет. От этого и необходимо отталкиваться. Как вы видите, пробивают, пробивают в щеку башни вполне спокойно. Что касается того, что мы можем сделать в ответ. Мы можем попытаться кинуть своих 300 единиц и уйти на 8 секунд перезарядки. В чем-то он, безусловно, очень хорош. В чем-то он, безусловно, интересен. Но сказать, что он у меня вызвал какую-то прям бурю позитивных эмоций, я не могу. Я как-то абсолютно спокойно воспринял данную машину, даже много покатав на ней. При этом я не влюбился в нее. Ну вот я не знаю, как объяснить это ощущение от танка. Вот просто есть, да и есть. И сказать, что я там хотел бы поставить его на первое место в этой тройке танчиков, которые хотелось бы себе заиметь, ну, я, к сожалению, не могу. Допустим, тот же самый регрессор, обзор, кстати, на которого выйдет буквально через пару часов после выхода данного видео в эфир. Его вы можете посмотреть на канале, поэтому подписывайтесь, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить. Тот же самый регрессор мне зашел гораздо больше. Ровно как и Магней. Да стой ты на месте в конце концов. Ну вот, пожалуйста. Вроде бы в серое бил, и в итоге все равно ничего не вышло. Не хватает, ребят, ему чего-то не хватает. Чего именно, я не знаю. Даже если ты работаешь вместе со своей командой, все равно тебя первым будут разбирать, и первым будут забирать тебя в ангар. Я сейчас из принципа зайду еще в одну третью катку. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. По большому счету, сколько я не играл на данной машине. Да, она порой веселая, прикольная, фановая, но все бои приблизительно одинаковые. Все бои приносят ориентировочно где-то по полторы тысячи, максимум две тысячи урона. И в основном до конца боя ты не доживаешь. То есть, как я ни старался, все равно в первую очередь почему-то разбирают соперники именно тебя. Вот реально, выезжает целая толпа союзников вместе со мной, и почему-то все стволы моих соперников сводятся именно в мою тушу. С чем это связано? Не знаю. Возможно, с интересом к новой машине, которая только появилась в игре. Ну а возможно, потому что меня проще всего разобрать. Я, наверное, самый мягкий в прицел. Ну вот, как есть, так есть. Досматриваем бой, запрыгиваем в следующий. Смотрим параллельно на результаты по данному бою. Я вроде бы что-то даже попытался сделать в этом бою, но, к сожалению, опять-таки без результата в виде победы. Что касается нанесенного урона. Опять не сильно большие результаты. Да, в принципе, это и не удивительно. Конечно, уничтоженный один товарищ, но, по большому счету, зарешать таким образом не получилось абсолютно. Заходим в следующую катку. И, наверное, я по результатам выхода данного видео у себя на канале получу огромное количество ваших комментариев по поводу того, что что-то пошло не так, и, наверное, обзоры это не моё. Но, друзья мои, есть просто машины, на которых действительно очень сложно дать какие-то хорошие результаты. Не спорю, если на фиксере вы будете стоять где-нибудь вдалеке, прячась за каким-нибудь зданием или за каким-нибудь кустом, и будете отрабатывать точным орудием, а оно действительно точное, с хорошей альфой по своим соперникам, пользуясь засветами ваших союзников, окей, хорошо, вы сможете давать хорошую статистику по нанесимому урону. И, возможно, возможно, если ваши союзники будут довольно-таки рукастыми ребятами, вы ещё и при этом выжить сможете. Но если вы всё-таки будете играть на фиксере, как на стандартном среднем танке, который должен куда-то ехать и что-то делать в реальных событиях боя, а не работать как ПТ на дальних расстояниях, то, поверьте мне, вы будете очень часто отправляться в ангар, гораздо раньше, чем вам этого хотелось бы. Наши ЛТшки решили не продавливать направление. Правильно. Зачем? Зачем светить? Зачем куда-то ехать, если можно поиграть в ПТшку, стоя на горке? Ну, правильно, в принципе. Здесь я абсолютно полностью согласен. Не хватало только, чтобы ещё Тигр первый сейчас вот сюда на гору залез. И, в целом, будет нам счастье, однозначная победа сразу у нас в кармане. Так. Сейчас попытаюсь наглунуть, попытаюсь проскочить. Понимаю, что это может привести к негативным результатам. Но если я туда сейчас, к Марковского, проскочу, то, в целом, я думаю, что может что-то с этого и получиться. Команда соперников явно поехала через линию ЛТСТ нашу, которую никто абсолютно не прикрывает, никому она не интересна. Ну и всё. Оружка приехала в тыл. Сейчас будет делать проблем. Как я говорил, точность у орудия очень хорошая. И стоит отметить, что на дальних расстояниях играть данным орудием крайне комфортно. Ну, действительно, ты можешь нормально с хорошим, с хорошим результатом свестись. И можешь довольно-таки точно откинуть туда, куда надо, выцеливая определённые слабые зоны у танчиков. Давай, едь вперёд. У тебя какая-никакая всё-таки броня есть. Вот так вот даже. Это мой шанс. Это мой шанс. Я этим шансом готов воспользоваться. Уходим с прострела. Супер Хеллкет, зараза, быстро перезаряжается. Решил отъехать. Но сейчас явно вернётся назад. Как вы видите, сейчас позитивно развиваются события в бою. Только лишь по той причине, что довольно неплохо справляются сами союзники. И на удивление тот факт, что ЛТшки никуда не поехали и ничего не делали, на направлении от которого, в принципе, там многое, как правило, зависит. На удивление, друзья, это принесло позитивные результаты. За что союзникам огромное спасибо. Но, как видите, в то же время не фиксер здесь что-либо решает. Я могу передвигаться бодро по карте. Я могу подъезжать в нужные места. Я могу заехать в корму кому-нибудь. При этом, друзья мои, победа однозначно зависит не от меня. Помогаю ли я сейчас победить? Да, помогаю. Вопросов нет. Но являюсь ли я фундаментом данного боя? Нет, абсолютно. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Еще дополнительную какую-то тычку кинем. Ну и сейчас его добирает 53-й. Ну что ж, победа. Наконец-то добились. Сейчас посмотрим на результаты. Но больше чем уверен, что зашкаливающих каких-то результатов мы с вами не увидим. Что могу от себя в завершении добавить? Фиксер это такая машина, которую если получить бесплатно, круто, классно, все окей. И не стоит заглядывать даренному коню в зубы, если вам этого коня все-таки дали. Что касается результативности. Ну что бы там ни происходило, опять 1700 единиц урона, один сделанный фраг, и по результативности в команде я занимаю второе место. Ну вот как-то так приблизительно фиксер играется от боя к бою. По крайней мере в моих 55% руках. Может быть в ваших руках, если у вас лучше подкованность, вы сможете давать больше результаты. Я же больших результатов от данной машины за все время тестирования получить не смог, но по крайней мере в отличии от того же самого магнейта, либо от того же самого регрессора. Вот такой вот он фиксер, вот такое вот абсолютно честное мнение. Ну и соответственно, друзья мои, если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. А еще, друзья мои, начиная с этого месяца, стартуют розыгрыши среди зрителей и подписчиков, в первую очередь, моего канала, на премиумные танки. Поэтому, друзья мои, всем успехов, и кто вам хочет участвовать, подписываемся на канал, ну и соответственно, участвуем в этих розыгрышах. Отслеживайте видео на канале, ну а я стараюсь ради вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok